Если мы говорим о магазинах, то вы видите, что инфляция у нас сегодня 27%. По газу особо ничего сделать нельзя. Ничего нельзя сделать? Нет, по газу можно сделать, по газу можно компенсировать эти тарифы людям, которые в этом нуждаются. Это нужно делать обязательно, конечно же, но в том числе можно и бизнесу помогать. Для этого нужны какие-то механизмы адресной компенсации. Альтернативные. А деньги есть на эти компенсации? Деньги – это и есть задача правительства. Здесь все абсолютно взаимосвязано, здесь все в одном клубке. Альтернативные источники поставок газа есть у нас? Я не специалист большой в этой истории. Конечно же, альтернативные источники поставок существуют, но я не думаю, что это сегодня действенная альтернатива. Хотя, с другой стороны, конечно, есть история, что «Газпром» может просто взять и закрыть поставки. Может быть и так. Из-за проведенного аудита? Да, им причин-то особо и не нужно сегодня. Вы видите, что сегодня происходит. Кто сегодня соблюдает вообще какие-то... И они могут оставить Приднестровье без газа? А почему нет? Вы действительно считаете, что такой сценарий реален? Абсолютно. Абсолютно. Сегодня все, что угодно может произойти. Сегодня абсолютно... То есть вы, если знаете как... У нас очень многие сидят тут люди на диванах и размышляют о прекрасном и высоком. Мы не понимаем, что мы находимся сегодня в зоне максимальной турбулентности. Все, что угодно может быть. Все, что угодно. И вот поэтому раскачивание лодки внутри страны – это занятие очень опасное, которое может обернуться против тех, кто этим занимается. А кто раскачивает лодку внутри страны? Ну, мне сложно сейчас сказать. Мне казалось, что это была раньше оппозиция. Сейчас мне уже непонятно, но кто-то явно эту картину качает. И это не самое грамотное политическое упражнение, которым сегодня кто бы то ни был, мог заниматься.